Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Сегодня 5 апреля, среда, и давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на рынке. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар уже сегодня с утра мы видим попытки обновления локальных максимумов, которые были зафиксированы вчера. Несколько часовых свечей закрылись выше, что в свою очередь может нам говорить о начале восходящего краткосрочного движения по паре евро-доллар, который в свою очередь может перерасти уже и в дальнейшее восходящее в среднесрочном формате и в долгосрочном. Поэтому на текущий момент мы можем отмечать то, что сейчас цена по евро остановилась. Мы видим некоторое замедление, и те уровни, которые сейчас у нас были пробиты, могут служить нам уровнями для входа по данной паре. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимуме, который был зафиксирован вчера, это 1.06.31. И ближайшая цель по данному движению находится в области максимумов 27 марта, примерно в области 1.08.80. Пара британский фунт, американский доллар, на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Если говорить о покупках и о завершении тенденции нисходящей краткосрочной, то паре нужно как минимум уйти выше отметки 1.24.95. Это максимум, который был зафиксирован вчера. Если говорить о продажах, то уровень стоп-лосс имеет место быть именно за данным уровнем. И если говорить уже о покупках, то пара должна закрепиться выше того уровня, где на текущий момент установлен уровень стоп-лосс. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. На текущий момент разворотный уровень для начала покупок по данной паре находится в области 76.14. Опять же, если мы говорим о продажах, о тех сделках, которые могли быть открыты на продажу, то на текущий момент уровень стоп-лосс мы можем скорректировать до отметки 76.15 максимум, который был вчера. По доллару канадцу вчера мы видели выход из среднесрочного боковика, верхняя граница 1.34, который мы отмечали ранее. И, в свою очередь, это нам дает возможность на более мелком таймфрейме уже искать точки для присоединения. Разворотный уровень на часовом таймфрейме находится на минимуме, который был вчера. Это 1.3373. Пока пара торгуется выше, то привлекательность для покупок сохраняется по данному активу. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое нисходящее движение. На текущий момент, в отличие от всех остальных валютных пар, имеет смысл установить уровень разворотный на максимум, который был зафиксирован не в предыдущую торговую сессию, а именно позавчера. По той причине, что вчера движение шло практически без коррекции и нет возможности за коррекционный уровень. Поэтому сейчас по паре американский доллар, японская иена отслеживаем уровень 111.59. В свою очередь, если мы увидим сегодня продолжение нисходящего движения, то есть обновление локальных минимумов, то уже данный коррекционный уровень мы можем перенести за максимум, который будет зафиксирован сегодня. Об этом будем следить далее. По индексу DAX вчера мы видели, два дня назад мы видели подход к максимальным значениям, к историческим максимумам. Вполне было ожидаемо начало коррекции по данному инструменту, но вчера пара не смогла обновить локальный минимум, остановилась в области 12.225 и не уход ниже данного значения, ниже минимума третьего. Апреля оставляют все шансы на дальнейшее движение без серьезной коррекции по данному инструменту. Поэтому на текущий момент движение на укрепление индекса DAX также сохраняется до тех пор, пока не пробит минимум в области 12.218, который был зафиксирован вчера. Поэтому, опять же, если говорить о покупках, то покупки возможны с ближайшим стоп-лоссом за минимум, который был зафиксирован вчера. По золоту вчера мы видели обновление локальных максимумов, дошли до отметки 1261 доллар за тройскую унцию. Сегодня с утра торгуемся у минимума вчерашней торговой сессии, что в свою очередь нам подтверждает движение на укрепление золота в краткосрочной перспективе. И напомню, что в среднесрочной также движение идет на укрепление золота. Поэтому пока торгуемся выше отметки 1253, золото остается привлекательным для покупок. Нефть марки Brent. Вчера в начале торговой сессии были попытки обновить локальный минимум. Даже три свечи закрылись ниже, но к концу торговой сессии уже мы видим, что все-таки покупатели взяли вверх, и рынок закрылся на отметке 54.18. То есть обновив локальный максимум, что в свою очередь также подтверждает дальнейшее восходящее движение по данному активу. И по завершению нашего обзора индекс доллара. По индексу доллара на текущий момент мы видим движение восходящее. Если говорить о тенденции на ослабление данного инструмента, то здесь необходимо уйти ниже отметки 100.27, минимум, который был зафиксирован вчера. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы по инструментам, то оставляйте ваши комментарии. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.